Ну и, конечно, половина из них без шапок. Это само собой. Это как обычно. Ну, это кино. Ну, как вот так? Ну, серьезно. Ну, серьезно. Ну, блин. Ухи просто отвалятся. Там не только шапки, там капюшоны у всех должны быть. У меня тоже зимняя курточка, в которой я бегаю, когда меньше пятнадцати. Ниже становится, надо ходить в совсем другой куртке. Раз. И если дует ветер, обязательно с капюшоном. Иначе. Ушанка... Там воротники. Вот у нас в советской армии. Мегаворотники. Куртки с такими. Они выше башки были. В обязательном порядке. Иначе тебя сдует. Поднял. Застегнул. Нос торчит. Смотришь вокруг. Нынешние... Все ж в масках ходят. Я не знаю. Чукчи ходили, не ходили. Но если ты вязать умеешь, то вот эта фигня, которая нос закрывает... Чтобы ты дышал. Нормально. Воздух хоть греется. Я, кстати... Тут было минус 25. И я забеги совершал. Естественно. Самое холодное было за это время за четыре года минус 18. Я был бодр, как олень. Скакал по дорогам. А тут минус 25. Я опять был бодр и скакал, как олень. Но граждане написали, что ниже двадцати... Не стоит. К тому же бронхи застужаются. Это тебе никакой пользы не принесет. Наверное, правы. Правы, правы. Ну, так а тут, если вы матерые ходоки по этой фигне... И что? У Чукчи тоже Малахай, который там... Как Кукукини. Аляска называется специально. Такая кочка. Чтобы ты там дышал. И было тепло. Не верю. Не верю. Не верю. Ну, и Малахай, собственно говоря, он же этот... Как она? Кухлянка. Она мехом внутрь и мехом наружу. И при этом житель Крайнего Севера, он еще там каким-то тюленьем... У них нижнего белья нет. Он каким-то тюленьем жиром натирается. Помнишь художественный фильм «Сбежавший поезд» с Эриком Робертсом? С Джоном Войтом, по-моему. С папой Анжелины Джоли. А может и нет. Не помню с кем. Где они там натирались солидолом. Оборачивались полиэтиленом. После этого сверху шмотки. И только так ты там не замерзнешь. Абсолютно правильный подход. Ну... А тут что такое? Вы там околеете. Ну, серьезно. Я понимаю, что это вы снимаете непонятно где. Если минус, то минус один. Или минус два. Ну, вот когда дальше прибежит Незнайкина баба. На ней что-то правильное было одето. Но тоже без шапки при этом. Без затей. Ну, хоть капюшон болтался. Капюшон болтался все время сзади. У нее одежда уже была похожа. Ну, там, в принципе, и у этих... У диких-то одежда у всех на что-то такое похожа. Но, опять же, шапки... Черт, твоей матери шапки. Как же будет видно ее английские рыжие локоны-то? Ну, ее не узнать будет. На шапках надо писать тогда. Не, ну, заявлять актерски. Просто заявлять в кадр шапку персонажа. Вот шапка персонажа такая. С ушами с большими ослинами. Это баба Незнайки. С козлиными рогами. Это Незнайка сам. Оригинальничаете. Выглядит настолько недостоверно. Только руками развести можно. Каждый раз смотришь про зиму, когда они все без шапок ходят. Приедьте к нам в Мурино. Да. Я вас выпущу... Это не Мурманск. Это Мурино. Нет. Между Мурино и Буграми выпущу вас в поля бывшие. В колхозные. Вы просто там километров пять-семь прошагаете. Вот так вот по целине. Там есть целина. Есть снег. И сейчас там минус двадцать. О! Почувствуете себя за стеной. Ну, хоть на процентик. Это, кстати, когда живешь на улице регулярно. Как-то, я не знаю, настораживает, насколько человечешка бессилен перед стихиями. Ничего не сделаешь. Снег выпал. Машины не ездят. Сразу. Пока не приедет трактор. КамАЦу на гусеничном ходу и не разгребет все это. Ходить невозможно. Ветер дует. Замерзаешь. И что теперь? В этот раз высыпал это к началу декабря так, чтобы пришлось бежать в магазин и покупать какой-то шникоротор. Который там отплевывает. Схватили последний сзади. Уже драка была. В Леруа. Мерлене. Куда это? Я, конечно, вспомнил сразу наши армейские. Которые на автомобиле Урал. И на восемьдесят метров там струя вылетала. Все это там прогрызались коридоры, по которым на машинах было удобно в прятки играть. На автомобиле Зил-131. Мы как малолетние дебилы там резвились. Только такая фигня убирает. Умрешь с этой стихией. Хорошо у меня одна дорога только на участке, которую чистить надо. А так сгинешь. Не то слово. Вещь хорошая, но кантики на сугробах приходится делать вручную. Геометрия, чтобы укладывать коробики. Ровен был. Угол, чтобы муха развалилась напополам. Случайно севшие.